Главные врачи лечебных учреждений Республики обсудили проблемы здравоохранения и определились с задачами, которые предстоит решить в ближайшие пять лет. Тему продолжит Татьяна Иванова. Подводя итоги минувшего года, министр здравоохранения Республики сделал акцент на важнейших целевых показателях смертности. За 2019 год на 2,5% снизилась летальность от сердечно-сосудистых заболеваний, почти на 5% от болезней органов дыхания. Ожидаемая продолжительность жизни перешагнула порог в 73 года. Но 2020 год внёс свои коррективы. Нынешний год с учётом пандемии не позволяет нам добиться значительного снижения этих показателей. И на это есть и объективные причины, и субъективные причины. И остаются высокие риски, что целевые показатели смерти не будут достигнуты. Особенно негативный динамик демографических процессов наблюдается в сельской местности. Возрастает как требования, так и нагрузка на медицинский персонал, что приводит к низкой эффективности и, в частности, своевременной выявлению заболеваний и факторов риска, их обусловливающих. Результат – это позднее выявление заболеваний и рост смертности населения. На коллегии была представлена комплексная программа социально-экономического развития Республики. С 2021 года здравоохранение получит федеральные средства – более 5 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена. Это новые поликлиники в ряде городов, ФАПы, ремонт более 300 медицинских объектов, закупка почти 2000 единиц медоборудования. Наша задача с вами обеспечить, чтобы каждый человек, независимо, где проживает на территории Чувашьей республики, смог получить медицинскую помощь сполна в кратчайшие сроки. Будет продолжена цифровизация отрасли. В каждый сельский медпункт придет интернет, чтобы внедрять телемедицинские технологии. Дальнейшее развитие получат межтерриториальные центры. Готовятся проекты расширения и модернизации ведущих республиканских клиник. Впечатляют, конечно, все инвестиционные вложения, которые планируется сделать. Это и первичное звено, это межрайонные центры, это активное развитие реабилитации, стационары поликлинические, это усиление больниц третьего уровня, то есть строительство новых корпусов в этих крупных больницах. Серьезное внимание будет уделено и подготовке кадров. В этом году на медицинском факультете около 75% абитуриентов поступят на целевое обучение. То есть в будущем выпускники придут работать в больницы, которые их направили. Обязательно, мне кажется, в сельской местности должны действовать определенные программы для молодых специалистов. Это в первую очередь, наверное, служебное жилье. Это есть отдельный пункт нашей комплексной программы. Самое главное, вот эта идея пятилетнего планирования, конечно же, это благо. То есть мы смотрим на пять лет вперед, а по большому счету заглядываем и дальше в будущее, и на десять лет. Потому что, конечно же, построенные корпуса, построенные поликлиники, они будут проектироваться, исходя из современных реалий, с заделом на будущее. Главным итогом реализации программы должен стать рост ожидаемой продолжительности жизни в Чувашии до 78 лет. Широкое внедрение реабилитационных технологий во всех сферах здравоохранения, улучшение качества и доступности медицинской помощи. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чебоксары.